В Чебоксарах обсуждают перспективы отрасли цветных металлов. Столица республики принимает членов ассоциации, в которую входят производители и потребители алюминия. Сегодня в Доме правительства состоялось пленарное заседание. Как в стране намерены развивать экспорт продукции из цветных металлов и какие проекты могут быть реализованы в этой сфере, тему продолжит Дмитрий Ковалев. Спрос на алюминиевые сплавы продолжает расти, причем стремительно. За год в мире потребляют более 50 миллионов тонн этого металла. Но в перспективе уверены специалисты, объемы производства надо будет увеличивать. По прогнозам аналитиков компании CRU, которая специализируется на анализе рынка цветных металлов, в среднем до 2021 года будет расти отрасль на 4%. Такими темпами к 2021 году потребление алюминия в мире вырастет до 95 миллионов тонн в год. И где будет применяться алюминий. Соответственно, почти половина всего алюминия будет расходоваться в транспортной отрасли и в строительстве. Из алюминия в ряде стран производят суперкары, поезда и даже самолеты. Преимущество этого материала – огнеупорность и коррозионная стойкость. В России доля продукции из цветных металлов пока не так высока. Применять алюминиевые сплавы, к примеру, в сфере строительства и автопрома, мешают нормативные акты. Вот эти отрасли промышленности, они ведь используют в основном сталь. И компетенции в сварке и алюминия у них нет. И, к сожалению, сегодня их тоже не очень много. И могу сказать, что это является одним из основных препятствий для применения алюминия вот в этих отраслях. Вот мы можем взять завод «Циспель», который производит прекрасные цистерны, в том числе и из алюминия. Если мы возьмем Европу, то более 90% всех цистерн изготавливаются из алюминия. В ассоциации производителей, потребителей и поставщиков алюминия продвигают новые проекты. Из этого металла будут производить оконные рамы, тепличные комплексы и автомобильные мосты. Вообще, отмечают специалисты отрасли, необходима импортозамещающая продукция. Ключевую роль отводят регионам. Мы приехали с целью того, чтобы, ну, во-первых, показать работу алюминиевой ассоциации, показать то, и всех собрали здесь, показать, как развиваются чувашские предприятия. Конечно, предложить министерству Чувашии те проекты, над которыми сегодня работают алюминиевые ассоциации, и которые позволят, ну, создать абсолютно новые производства, которые направлены как на импортозамещение, так и на развитие потребления алюминиевой продукции в России. Это может быть развитие в области производства на сейспеле авиационных контейнеров. В республике планируют готовить и специализированные кадры для алюминиевой сферы. И создавая межрегиональный центр по компетенции, как раз по работе на производство с составом алюминия, на производстве разных видов товаров, мы можем создать дополнительно новые товары, которые будут продаваться на экспорт. Вот это наша цель. Сейчас алюминиевые сплавы предприятия республики применяют для выпуска электротехники, кабелей и контейнеров. Но спрос на цветные металлы повышается. В Чувашии из этого материала намерены производить станки, тренажеры и комплектующие для автопрома. По прогнозам, через пять лет собственной алюминиевой продукцией страна будет обеспечивать себя почти наполовину. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика.